Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Алифтина Игнатьева. Здравствуйте! Вопросы медицинского обслуживания, тарифов на транспорт, меры социальной поддержки и детей войны. С такими проблемами обратились севастопольские ветераны к депутатам законодательного собрания Татьяне Михайловне Щербаковой. Глава комитета по социально-гуманитарным вопросам провела прием граждан в Доме ветеранов. Почему отменили год и раз? И как эти вопросы решаются в перспективе? Второй вопрос – это то, что в апреле месяце повышаются цены, перевозчики, автоперевозчики повышают цены на все виды транспорта. Это два. И третий вопрос – можем ли мы совместно с законодательным собранием, с правительством принимать решения для объяснения народу сути того, что происходит? Первое, что мы планируем сделать – направить в правительство предложение с такими пунктами. Первое – сделать расчет себестоимости, чтобы понимать, когда перевозчик будет выходить на конкурс, а вот насколько он от себя реальной себестоимости поднял цену. Второе – я считаю, что нужно уделить максимум внимания и потребовать, чтобы у нас были так называемые валидаторы. Чтобы государство оплачивало за льготников не по мифическому коэффициенту, а по факту. Вот сколько проехало льготников, столько государство и заплатит. Обратились к депутату и по вопросам самовольной установки гаражей. Я живу сам на Льва Толстого-15. В нашем дворе 85 гаражей. Все они, 99% установлено самовольно. Еще когда Тарасов главврач был, СЭС, он самый первый начал и пошло. Сейчас во двор выйти невозможно. У меня под подъездом, под балконом 4, 5, 6 машин стоит. Я хочу сказать, что сейчас очень активно этот процесс ведется. Регулярно заседает комиссия по сносу незаконных построек. Более того, я могу просто вам сказать, в какой очередности ваш адрес. Больше не надо ничего. А то, что процесс идет, вне всякого зрения могу сказать абсолютно точно. Депутат Государственной Думы Дмитрий Анатольевич Белик подготовил законопроект о застройке Крымского побережья. Он будет внесен в законодательное собрание страны, передает РИА Новости. По словам парламентария, в законе планируется предусмотреть норму, которая аннулирует незаконно выданные украинскими властями документы на застройку прибрежных территорий в Севастополе и Крыму. Данный законопроект должен быть рассмотрен и принят в кратчайшие сроки, чтобы спасти полуостров от недобросовестных застройщиков, подчеркнул Дмитрий Белик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данный коллегий в прокуратуре Севастополя рассмотрели вопросы состояния законности и прокурорского надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства и практики разрешения прокуратурой обращений граждан в 2016 году, открыл заседание прокурор города Игорь Шевченко. Надзор с соблюдением прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Уделяется внимание проблем незаконного участия государственных и муниципальных служащих в управлении организациями ЖКХ, неправомерное использование муниципального имущества, завышение тарифов, несоблюдение стандартов оказания услуг. Распространены случаи ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, неподготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Ресурсоснабжающими организациями неправомерно использовалось свое монопольное положение при заключении с образовательными учреждениями, заведомо невыгодных договоров о поставке соответствующих ресурсов. Капитальный ремонт общего имущества проводился с грубыми нарушениями действующего законодательства. Всего в 2016 и уже текущем периоде 2017 года в прокуратуре выявлено 272 нарушения. По материалам надзорных проверок возбуждены и расследуются 10 уголовных дел. Удовлетворены 3 иска на сумму более 2 миллионов рублей. Внесено 140 представлений. В дисциплинарной ответственности привлечены 143 виновных лица. По административной – 13 лиц. Исполнительными органами государственной власти города, в том числе контрольно-надзорными, не в полной мере реализовывались предоставленные законом полномочия. Свои пояснения по проблемам, затронутым в ходе коллегии, дали ИО директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, директор департамента капитального строительства Андрей Попов, а также ИО начальника главного управления госжилнадзора Владимир Дегриджан. Севастопольские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в мошенничестве, сообщает в пресс-службах Управления Министерства внутренних дел России по Севастополю. Жалоба в дежурную часть Ленинского районного отдела МВД поступила от 45-летней сотрудницы магазина строительной техники. Она рассказала о том, что мужчина взял в аренду инструменты и не вернул их. Сумма ущерба – около 40 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 33-летний севастополец – ранее судимый. Инструменты он продал на рынке, а деньги потратил на наркотики. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Госавтоинспекция Севастополя провела рейд в пешеходный переход. Мероприятие нацелено на стабилизацию дорожной обстановки в городе и профилактику транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В ходе рейда инспекторы составили 7 административных материалов по отношению водителей, которые не уступили пешеходам дорогу на переходе. Сумма штрафа за это нарушение составляет 1500 рублей. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Севастополе переменная облачность. Без осадков ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла. Днем 10-12 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова